За роль только трезвым. По таким девизам, люберецкие сотрудники ГИБДД ежедневно выявляют пьяных водителей. Наша съемочная группа поучаствовала в одном из таких рейдов и выяснила, соблюдают ли закон местные автовладельцы. В спецмертной мероприятии проводятся. Называется нетрезвый водитель. Проверяем состояние водителя. Нет. Вижу, что вы так трезвые. Вот так легко и точно опытные сотрудники ДПС выявляют пьяных автовладельцев. Рейд нетрезвый водитель в первые недели января проводился ежедневно. Инспекторы визуально определяли признаки опьянения у водителей. А если возникали сомнения, отправляли их на дальнейшую проверку. К счастью, за все это время ни одного выпившего сотрудники ГИБДД не нашли. Это создает аварийные ситуации, конечно же. Потому что я вообще не пью. По словам инспекторов, количество любителей выпить за рулем заметно уменьшилось. Это связано с изменением правосознания у населения. Увеличением подобных рейдов, а также с ужесточением штрафных санкций. Так, впервые пойманный за пьянку водитель лишается прав на полтора года и попадает на штраф в 30 тысяч рублей. Однако, несмотря на это, полностью не исключены аварии, виновниками которых стали нетрезвые автомобилисты. С начала этого года на территории обслуживания Люберецкого отдела ГИБДД произошло одно дорожно-транспортное происшествие с участием водителя, находящегося в состоянии опьянения, в результате которого пострадал сам водитель. По предварительным данным, водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с машиной, едущей во встречном направлении. Такие оперативно-профилактические рейды в первую очередь направлены на предупреждение аварийных ситуаций. За одну операцию госавтоинспекторы проверяют до 200 машин, создают на проезжей части огороженный проверочный коридор, что позволяет за короткое время быстро и оперативно выявлять нарушителей. За период проведения мероприятий с начала 2017 года у нас выявлено порядка 8 водителей, находящихся в состоянии опьянения, проведено более 75 мероприятий подобного направления. В среднем с начала текущего года, 2018, у нас проводятся еженедельные мероприятия. Мероприятия по выявлению нетрезвых водителей в городском округе продолжатся на постоянной основе. А самим автовладельцам стоит помнить, что при опьянении притупляются реакции и внимание. А последствия аварий с участием пьяных автовладельцев гораздо тяжелее, чем при обычных ДТП. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.